Понимаете, эту наглость, это абсолютное безразличие к людям. Поэтому это настолько был глупый ответ. Я часто, честно говоря, подозреваю иллюзиониста в том, что он работает на нас. Специально делает такие вещи, которые вредят Кадырову. Но вот это, за это тебя нужно было бы уволить с занимаемой тобой должности. На мой взгляд, это очень хороший, это лучший вообще ответ, который может прийти от пропаганды, которые ты пытаешься указать на их наплевательское отношение на людей. И они, отвечая таким образом, просто подтверждают, говорят, да, все так и есть, мы согласны, нам плевать. Давайте продолжаем ездить на желтых газелях. Все нормально у нас, у нас нет необходимости это улучшать, потому что желтая газель, но мы с ней не сталкиваемся, Кадыров не сталкивается, его окружение не сталкивается, у нас у всех есть машины, мы себе комфортно ездим. А то, что там для людей условий нет, ну это проблема людей. Кстати, вот это тоже, он момент, да, проигнорировал, там ведь не только про железную дорогу было, я там и про здравоохранение тоже говорил, он просто взял это и проигнорировал. То есть со здравоохранением у нас, видимо, все нормально. Видимо, у нас нет вот этой темы, когда ты ложишься в больницу и тебе говорят, так, вот тебе список, значит. В прошлом эфире я задавал вопрос по поводу железной дороги, что у нас с железной дорогой, почему даже в районные центры нашей республики нет железнодорожного сообщения со столицей, то есть столицы районов, административные центры районов, это столицы районов. Они у нас никак не связаны железной дорогой с городом Грозный, то есть со столицей Чеченской республики. Говорили мы об этом, конечно же, упоминая там эти желтые газели. 25 лет у нас люди ездят на желтых газелях, потных, с табуретками, когда газель себя заполняется, еще табуретку вытаскивают на нее, сажают человека. И так происходит 25 лет. Мы указали на это, что за весь период наместничества Кадырова эта сфера вообще никак не изменилась. Как люди ездили в начале нулевых на этой самой маршрутке, она заполнялась, вытаскивали еще табуретку, сажали, и, значит, люди в этой потной, душной маршрутке ехали. Из Ачхой-Мартана в Грозный, из Знаменской в Грозный, из Грозного в Гудельмес и так далее. И, в общем, так это никак, вот эта сфера никак не изменилась. За 25 лет даже проекта строительства железной дороги хотя бы по районным центрам, я не говорю, что там дальше, хотя бы связать районные центры со столицей, электричками, ничего подобного не сделано, и даже в проекте этого нет, сказал я. И пропаганда, официальная пропаганда в лице Чингиза Ахмадова, иллюзиониста, нам вот что ответила. Давайте послушаем. Ладно, давайте я отвечу на вопрос, почему нет такой железной дороги. Потому что с учетом небольшой территории Чеченской республики, у нас вообще отсутствует необходимость строительства железной дороги в каждый районный центр. Это огромные затраты на строительство, на усложнение вообще поездок для обычных автомобилистов, если у нас появляются железные дороги, отсутствие количества пассажиров, которых нужно перевозить, и отсутствие какой бы то ни было вообще логики в самой этой претензии. Это просто прекрасный ответ от иллюзиониста. Итак, давайте пройдемся по аргументам. Он нам говорит, с учетом небольшой территории у нас отсутствует необходимость строительства железной дороги в каждый районный центр. Я пытался найти вообще какую-то статистику, как это связано, учет небольшой территории, в сравнении с чем, с какой территорией мы ее сравниваем. У нас 17 с лишним тысяч квадратных метров Бельгия, она в полтора раза всего лишь больше, даже не в два раза, в полтора раза всего лишь больше Бельгия Чеченской республики. Она связана, там не районные центры связаны со столицей, она вся полностью связана железной дорогой, автобанами, вот всем необходимым. Маленькая страна, маленькое государство. Там и районные центры, и маленькие поселки, и все-все-все связано. И в Бельгии, когда, видимо, очевидно, вот так вот вопрос вставал, какой-то аналог Томсо, когда об этом сказал, что, а почему у нас в Бельгии Антверпен не связан железной дорогой с Брюсселем. Там не ответили, а с учетом маленькой, небольшой территории, у нас нет необходимости в этом. Там не сказали, там сказали, конечно, она у нас будет, вот у нас есть проект, и вот у нас, значит, скоро это все будет. И сделали. И в других странах, и в тех странах, что поменьше, Люксембург возьми, общекарликовые государства. Почему-то у них вопрос территории вообще не встает. У нас вопрос территории встает, когда мы говорим не о том, чтобы связать там Самашки с Ачхой Мартаном, железной дорогой. То есть какое-то село в этом районе. Мы не говорим о связывании этого села с районным центром. Хотя здесь, в европейских странах, все даже так сделано. Даже маленькие поселки связаны со столицами государства. Но мы еще об этом даже не говорим. Районный центр. Многие из этих районных центров, вы сделали из них города. И эти города даже, ладно, не связаны, но даже нет ответа. То есть нам не говорят, когда мы говорим о железной дороге, нам не говорят, но будет. Мы вот там заложили в проект, через столько-то лет у нас будет. Не говорят, нам говорят, нам это не нужно. Потому что у нас территория маленькая. А что нам нужно? Желтая газель с этой табуреткой. Это нам нужно. Второй аргумент. Это огромные затраты на строительство. Огромные в сравнении с чем? Извините, пожалуйста. С желтой газелью, с табуреткой, да по сравнению с желтой газелью, все что угодно, это огромные затраты. Конечно, если ничего не менять и просто на желтой газели ездить, то да, это будут огромные затраты. Но вообще, что это за аргумент сам по себе? Огромные затраты. То есть, когда вопрос касается чеченцев и того, чтобы чеченцы могли комфортно из Знаменской на поезде доехать до Грозного и обратно, например, когда вопрос встает о инфраструктуре, как вообще можно упоминать такое понятие, как огромные затраты? Так как огромные затраты, дорогие мои, это круглогодичная аренда виллы для Кадырова в Дубае. Вот это огромные затраты, никому не нужны, абсолютно никак не влияющие позитивно на народ, никакой пользы, кроме как для самого Кадырова и его семьи, его окружения. Эти затраты не несут. Вот это огромные затраты. Огромный автопарк Кадырова из премиальных автомобилей, вот это огромные затраты. Личный самолет Кадырова, на котором он летает, частный, вот это огромные затраты. Его обслуживание, эти перелеты, там все, что связано с этим, это все огромные затраты. Вот там нужно говорить об огромных затратах. А когда речь идет о том, чтобы создать инфраструктуру для людей, которой будут пользоваться люди, которая будет приносить пользу людям, там само понятие огромные расходы, оно в принципе не упоминается. Там надо говорить в сравнении с чем-то. А в сравнении с чем? С желтой газелью? Как вообще можно было на фоне моего упрека, когда я сказал, упомянул эту желтую газель, как можно было вообще сказать про огромные затраты? То есть это, представьте, какая это безнадега для чеченцев, когда чеченцы говорят, у нас 25 лет ничего не меняется, мы ездим в потных желтых газелях, и нам бы хотелось, чтобы у нас, как у европейцев, там нормальные были условия, им говорят, а это дорогое, это слишком огромные затраты, вам это не нужно. То есть им, у них нет даже никакой надежды на то, что эта ситуация будет как-то исправлена. 25 лет вы ездили на желтых газелях, но будете еще 25, и 50, и 75. Вот что отвечает кадыровская официальная пропаганда. Следующий аргумент. Это усложнение поездок для автомобилистов, если у нас появятся железные дороги. Как это связано, как железная дорога усложняет поездки для автомобилистов? Как, объясните эту логику, почему в европейских странах это, наоборот, облегчает появление железной дороги, разгружает автомобильные дороги, потому что кто-то может воспользоваться не общественным даже, не личным транспортом, не общественным колесным транспортом, а поехать на ЖД транспорте. Соответственно, если он едет на ЖД, то какая-то часть людей не пользуется автомобилями. То есть, дорога разгружается. Как это может усложнить? Вот я долго пытался подумать, я решил, что, наверное, он считает, что железная дорога как-то где-то должна постоянно пересекаться с автомобильной, и тем самым будут какие-то возникать пробки, наверное, он так решил. Я просто иначе это никак объяснить не могу. Но дело в том, что в 21 веке, да никакой в 21, даже в 20 уже давно научились строить дороги, железные дороги и автомобильные дороги таким образом, чтобы они друг другу никак не мешали. Даже если есть необходимость, что где-то там должны они пересечься, то это пересечение делают таким образом, чтобы оно происходило на разных уровнях. То есть, делается мост, либо машины сверху железной дороги проезжают, либо железная дорога по верху едет. То есть, они на одном уровне, они не пересекаются. Это настолько просто, Супанова. Почему я должен это объяснять? Ведь это элементарные вещи. Для того, чтобы это знать, не нужно где-то учиться. Достаточно просто посмотреть, как это реализовано в нормальных странах. И последний аргумент – это отсутствие количества пассажиров. Как вы это подсчитали, отсутствие количества пассажиров? Районный центр. В самом районном центре поживает, где-то в районе полтинника в среднем. Где-то, где город, там у Руспортана это будет больше, где-то там это будет меньше, как во Знаменке, например. Но в целом, в среднем, это 50 тысяч только в одном этом районном центре. А там еще вокруг села огромные. Это огромное количество людей, которые будут с удовольствием пользоваться этим транспортом. Женщины с детьми, допустим, за своими колясками могут приехать. Для них проблема. Для таких людей, для семей, проблема сесть в желтую газель, потную, и ехать в грозный. Этим будут с удовольствием пользоваться инвалиды, люди, которые с ограниченными возможностями, для которых проблема это газель. Да просто удобство, понимаешь, пойти, можно в туалет сходить в этом поезде. Там все есть условия, кофе можно свободно попить. Там же прям ресторанчик продаются. Это удобно, люди этим пользуются. Пассажиры, пассажиров полно. Просто сам вот этот подход, наплевательское отношение на чеченцев, оно в этом ответе просто, ну, не просто прослеживается, оно явное. У нас нет необходимости, 25 лет мы ездили на желтых газелях, и ничего менять мы не собираемся, нам говорят. Так мы и будем дальше ездить на желтых газелях. Просто представьте себе, вот, допустим, в Стокгольме строят аэропорт, большой аэропорт Орландо. И встает вопрос, как будут в этот аэропорт, как будут доезжать люди. Естественно, говорят, надо туда сделать, сделать так, чтобы железная дорога проходила, во-первых, через этот аэропорт, чтобы даже просто транзитные могли там выходить. Плюс мы еще сделаем экспресс, поезд, который будет из Стокгольма до Орланды, там буквально за считанные минуты людей довозить. И тут кто-то, вот такой иллюзионист, например, говорит, это неоправданно дорого, это очень дорого. И знаете, что им отвечают шведы? Шведы, бельгийцы, остальные, они говорят, ну и что? Мы этого достойны, они говорят, ничего себе, это наши граждане и гости нашей страны, они будут пользоваться этим, и им будет удобно. Это дорого, и это должно быть дорого, они говорят, потому что мы достойны того, чтобы мы ездили на дорогом транспорте, чтобы мы ездили на удобном транспорте. То говорят все, все, кроме чеченцев, точнее вот этих наместников, которые поставлены чеченцами. А они отвечают, когда им говорят, смотрите, в 2007 году открыли этот международный аэропорт в Грозном. Как туда добираются? Надо тебе полететь, вылететь из Грозного. Или наоборот, ты прилетел, нужно добраться до центра Грозного. Как мы едем, если не такси? У тебя вариантов, в принципе, очень мало. Либо такси, либо желтая газель с табуреткой, потная. Других вариантов нет. И вот когда там такой вопрос встает, если здесь сказали, у нас будет дорогая будет у нас, мы найдем средства, мы это заложим, он, Россия, пускай делает нам, оккупировала нас, пускай мы у них возьмем деньги, пускай оплатят нам, мы сделаем железную дорогу. Наши жители и гости Чеченской Республики будут добираться до аэропорта на комфортабельном поезде. И когда прилетят, будут также из аэропорта добираться на комфортабельном поезде. Нет, вместо этого у нас, говорят, будет прекрасная, желтая, потная газель, на которой гости столицы и жители смогут добраться до аэропорта и из аэропорта. Когда кто-то, какой-то наивный блогер Тумсо говорит о железной дороге, пропаганда отвечает, что этого не нужно, как территория маленькая, там целый районный центр, целый район, пускай добирается на желтой газели. А в Бельгии, допустим, маленький-маленький городок, Львен, который находится рядом с Брюсселем, 30 километров. Выходит любой житель Львена садиться на поезд и свободно добирается до Брюсселя, 30 километров. А у нас Знаменская, Наурская, Шелковская, в среднем 80 километров они отдалены от Грозного. Когда мы говорим о железной дороге, что было бы неплохо, если бы она была, нам говорят, это дорого, это нецелесообразно, у нас нет там пассажиров, и это будет мешать автомобилистам. Поэтому это не нужно. Бельгийцу 30 километров проехать нужно, там правительство находит на это деньги, они это делают. Если у них нет, они, по крайней мере, не говорят вот так. Они не говорят желтая газель, вот, еще 50 лет. Понимаете, эту наглость, это абсолютное безразличие к людям. Поэтому это настолько был глупый ответ. Я часто, честно говоря, подозреваю иллюзиониста в том, что он работает на нас, специально делает такие вещи, которые вредят Кадырову. Но вот это, за это тебя нужно было бы уволить с занимаемой тобой должности. И руководитель пропаганды, директор ЧГТРК Грязный, вот за такое тебя, по идее, нужно было бы уволить, потому что ты в свет сказал, что Кадырову плевать. 25 лет ездили на желтых маршрутках, будете еще 25 и 50. Мы не видим необходимости что-то менять. Мы считаем, что все нормально. У Кадырова действительно все нормально. Потому что у него есть комфортабельный автопарк из премиальных автомобилей, у него есть свой самолет, у него есть круглогодично арендуемая вилла в Дубае, есть президент-отель в Москве. У него нет необходимости выходить в Хоси-Юрте, добираться на желтые газели до Курчулоя, потом в Курчулое пересаживаться на такую же желтую газель, на табуретку, если не повезет с местом, ехать потом обратно дальше в Грозный, потом там свои дела решать, потом обратно на желтую газель до Курчулоя, с Курчулоя пересесть, потом на Хоси-Юрт, понимаешь? У него этого нет, у тебя тоже нет. Но у огромного количества чеченцев такая проблема есть. И сказать этим чеченцам, что проблемы не существуют, 25 лет вы ездили и давайте дальше будете ездить, а те, кто говорят, что нужна железная дорога, это вообще какие-то глупые люди, у них нет логики. На мой взгляд, это очень хороший, это лучший вообще ответ, который может прийти от пропаганды, которые ты пытаешься указать на их наплевательское отношение на людей, и они, отвечая таким образом, просто подтверждают, говорят, да, все так и есть, мы согласны, нам плевать. Давайте продолжаем ездить на желтых газелях. Крот Риттер, Ченгиз тебя в дурки держат, какие же вы долбоящеры, зато у вас есть деньги на район Путина, кадыровцам подлизнуть Путину дороже, чем какой-то маломальский комфорт для чеченцев, стрингизнутый кол. Деньги есть на все то, что касается самого Кадырова, касается его окружения, на это все деньги есть, подлизнуть Путину деньги есть, на любые очень смелые проекты деньги есть, находятся. И это ведь не мешает, я это не против, я это не критикую за то, что там, например, строительство, жилой инфраструктуры, например, хвала Аллаху, делайте, стройте, этим пользуются люди, фонтаны строите, хорошо строите, парки, скверы, да, никаких проблем. Но при этом говорить, что желтая газель это нормально, 25 лет, ну как может в этой сфере ничего не поменяться за 25 лет? И еще сказать, что высмеять, еще попытаться высмеять само желание, иметь железнодорожное сообщение, и при этом не предложить вообще ничего, сказать железную дорогу, ну нет, сейчас по крайней мере нет, но мы сейчас там прорабатываем вот какие-то такие проекты там, чтобы вот как-то это улучшить, эту тему, нет. Все нормально у нас, у нас нет необходимости это улучшать, потому что желтая газель, но мы с ней не сталкиваемся, Кадыров не сталкивается, его окружение не сталкивается, у нас у всех есть машины, мы себе комфортно ездим, а то, что там для людей условий нет, ну это проблема людей. Чингиз, наверное, думает, что Грозный это и есть вся Чечня. Так, это был комментарий. Кстати, вот это тоже, он момент, да, проигнорировал, там ведь не только про железную дорогу было, я там и про здравоохранение тоже говорил, он просто взял это и проигнорировал, то есть со здравоохранением у нас, видимо, все нормально, видимо, у нас нет вот этой темы, когда ты ложишься в больницу и тебе говорят, так вот тебе список, значит, купи две наволочки, два пододеяльника и две простыни. Знаете, если бы вот мы с этим не столкнулись бы сами, если бы мы из каких-то там слухов говорили бы, нам можно было бы сказать, да, вам кто-то там неправду рассказал, но когда это ведь здравоохранение, это такая сфера, с которой сталкивается каждый человек, по-любому, если ты сам там не заболел, в больнице не лежал, но у тебя есть какой-то родственник, который лег, у него там операция была, в аварию попал, ты по-любому там навещал кого-то, то есть мы все с этим в любом случае сталкиваемся, и я не исключение, я у меня в памяти очень свежи эти кадры, когда я приехал, там мои тети делали операцию, я приехал в этот военный госпиталь в микрорайоне, значит, ее готовят к операции, и выходит врач и говорит, так, говорит, нам анестезиологу нужен кислород, иди, говорит, вон к завхозу, мне он говорит, иди, говорит, вон там завхоз, возьми у него баллон на перекрестке Богдана Хмельницкого и Маяковской, там в частном доме есть чувак, который заправляет кислород, отвези ему, говорит, этот баллон, он тебе даст, ну, купи у него заправленный баллон и привези. И я, я-то в этой системе рос, я ведь на тот момент еще не, я в Европе не был, я не видел, как в нормальных странах это существует, я, конечно, понимаю, что так не должно быть, но в целом вопросы я не задаю, и я иду к этому завхозу, он мне дает баллон, я его загружаю в свой автомобиль, везу по этому адресу, там свои деньги плачу, покупаю кислород, привожу его обратно и отдаю этому завхозу, понимаете, вот оно, оно, министерство здравоохранения, мне нужно объяснять, что здесь швед просто не поверит, если я ему расскажу, он не поверит в это, здесь, если ты попадаешь в больницу с любым диагнозом, что бы ни было, твоя единственная забота это молиться за своего родственника, чтобы Всевышний Аллах ему исцелил его, это вот вся твоя забота, ты больше ни о чем не думаешь, тебе не нужно думать, где ты будешь спать, что ты будешь есть, что будет есть твой родственник, на чем он будет спать, какие лекарства ему там нужны, ты вообще об этом не думаешь, понимаете, нет такого, что тебе выкатывают там твоего родственника и говорят, так все, а теперь вот тебе носилка, вон туда его, значит, поднимаете в эту палату, его заносите, а что если я его уроню, например, буду заносить, вот мы, мы же не квалифицированные, мы не санитарные, вот мы вот уроним нашего родственника, что тогда, а это наша ответственность, короче. Субтитры создавал DimaTorzok